Легенда кантри-музыки Хэнк Уильямс прожил недолгую, но яркую жизнь. В подростковом возрасте он пристрастился к алкоголю и так и не смог победить эту зависимость. Но за то короткое время, что у него было, Уильямс дал миру целую серию хитов. В этом ролике вы узнаете трагическую реальную историю жизни Хэнка Уильямса. Хэнк Уильямс родился не под этим именем. Родители хотели окрестить его Хайрамом Уильямсом в честь Хайрама из Тира, библейского царя, но этому не суждено было случиться. Из-за ошибки в свидетельстве о рождении его официальное имя было записано как Хириам. Родители Хэнка – Лили и Лон – на короткое время поселились в сельской местности штата Алабама под названием Маунт Олив, чтобы создать свою семью. Лили родила Хэнка 17 сентября 1923 года. Хэнк родился с болезнью, известной как скрытое расщепление позвоночника. Её не лечили подобающим образом, что привело к болезненности в детстве и болям в спине на протяжении всей жизни. Когда Хэнку было всего 6 лет, Лон начал страдать лицевым параличом по причине вероятного наличия аневризма головного мозга. Большую часть детства Хэнка его отец провел в больнице. К 1930 году Лили практически стала матерью-одиночкой, как раз когда на страну обрушилась Великая депрессия. Осенью 1933 года, когда Хэнку исполнилось 10 лет, мать отправила его жить к родственникам в лесной лагерь в округе Монро, штат Алабама. Именно там Хэнк получил возможность исследовать то, что станет двумя величайшими страстями его жизни – музыку и алкоголь. В 1937 году Уильямс переехал с матерью и сестрой в Монткомере. В свободное время Уильямс начал выступать на тротуаре перед радиостанцией Монткомере WSFA. Продюсеры пригласили его выступить в прямом эфире, и поющий ребенок оказался настолько популярен, что Хэнк стал постоянным участником, проводя свое собственное шоу дважды в неделю. К 14 годам он зарабатывал 15 долларов в неделю, выступая на WSFA. Хэнк Уильямс был бесспорно талантлив. В то время как его сольные концерты WSFA были успешными, было решено, что для того, чтобы вывести его карьеру в качестве звезды кантри на новый уровень, ему необходимо создать свою группу. Имея на руках зарплату WSFA, он связался с другим молодым музыкантом, Смитом Аддером, и создал группу под названием The Drifting Cowboys. Они начали гастролировать по Алабаме. Входной билет на их концерты стоил 25 центов. Уильямс, все еще будучи школьником, бросил учебу, чтобы в октябре 1939 года гастролировать с группой полный рабочий день. Его мать стала менеджером группы, заказывая концерты в танцевальных залах и дешевых заведениях, и собирала деньги за вход. В то время как Лили много работала для группы, она не была слишком популярна среди ее членов. По словам участника группы, Сэмми Прюэта, цитата, никто из нас не воспринимал ее всерьез. – Мать, я думаю, что я возьму пить. Он говорит, что нет. The Drifting Cowboys были популярны, но к 16 годам Уильямс уже изо всех сил пытался контролировать свое пьянство. Выпивка была в свободном доступе на большинстве их концертов, и Уильямс воспользовался этим в полной мере, что вызвало напряжение в группе. Бутс Харрис, бывший член группы, вспоминал, что у Хэнка были проблемы с выпивкой. «Однажды я ушел от него из-за пьянства. Я сказал, если ты будешь продолжать пить, никто в этом бизнесе не обратит на нас внимания» Когда США вступили во Вторую мировую войну в 1941 году, The Drifting Cowboys начали распадаться. К 1942 году все участники группы были призваны в армию, за исключением Хэнка Уильямса. Из-за больной спины он получил отсрочку от призыва четвертой категории, но надежды на восстановление группы уже не было. Большинство молодых музыкантов уезжали воевать, и все оставшиеся потенциальные замены отказывались работать с Уильямсом из-за его пьянства и общей ненадежности. Радиостанция WSFA также была сыта по горло его поведением, и в августе 1942 года Уильямс был уволен с работы в WSFA за, цитата, «регулярное пьянство» Уильямс решил вообще уйти из музыкального бизнеса. Он откликнулся на объявление от Kaisership Building, но это станет лишь неудачной новой карьерой. С приближением конца Второй мировой войны Хэнк Уильямс вернулся к исполнительской деятельности, но он был далек от дней своего успеха в качестве радио-звезды. Он сводил концы с концами, выступая на небольших медицинских шоу, раздавая лекарства для толпы из трейлера с плоской платформой. На одном из таких мероприятий в Бэнксе, штат Алабама, летом 1943 года он познакомился с Одли Шепард. Красивая блондинка была упрямой, недавно разведенной матерью двухлетней дочери, на полгода старше Уильямса, и также была музыкантом. Они поладили, и Уильямс почти сразу же предложил Шепард выйти за него замуж. Однако, когда в 1944 году они наконец поженились, этот брак не был полностью законным. Мировой судья обвенчал эту пару у станции Техасо в Андалусии, штат Алабама, прежде чем Шепард завершила необходимый 60-дневный период ожидания после развода с первым мужем. Несмотря на это, они начали гастролировать вместе. Одри играла на басу и пела вместе с новым составом Дрифтинг Кавбойс. Она была чистолюбива, и Уильямс начал приобретать настоящий успех после Женитьбы, подписав контракт сначала с Akkus Rose Music, а затем с MGM Records, и выпустив многие из своих самых известных хитов. – Люди, если вы не знаете, Адри – моя жена. И с Адри, я бы хотел, чтобы вы приехали и рассказывали людям о Рандом. – Вы имеете в виду Хэнк? В 1949 году у них родился сын Хэнк Уильямс-младший, но их брак был беспокойным и послужил почвой для наиболее одиноких песен Уильямса, наиболее известные из которых – Холодное-холодное сердце. – Хэнк Кюнн называется холодным сердцем. Супруги развелись в 1952 году. Хэнк Уильямс всю жизнь страдал от болей в спине. Его расщепление позвоночника, которое не лечили должным образом в детстве, было хроническим источником страданий. В 1941 году он ненадолго принял участие в Родео в Техасе, где его состояние ухудшилось после неудачного падения. Операция по устранению травмы положила начало пристрастию Уильямса к обезболивающим препаратам. В 1951 году Уильямс пережил ещё один несчастный случай, на этот раз во время охоты. Он перенес операцию по спон-ди-ло-де-зу в университетской больнице Вандербилта, но сложное выздоровление только сделало Уильямса ещё более зависимым от обезболивающих, таких как морфин. Всё это время Уильямс занимался самолечением с приступами сильного пьянства. И пускай в разные моменты своей жизни он пытался протрезветь, длилось это недолго. Осенью 1951 года он поселился в санатории Северной Луизианы, но так и не смог окончательно бросить пить. После этого начало ухудшаться его физическое состояние. Артист стал набирать вес и терять волосы. Его длительное злоупотребление психоактивными веществами также начало оказывать давление на его организм, и в конце 1951 года он перенес небольшой сердечный приступ. К концу 1952 года Уильямс уже не мог продолжать гастролировать. Мать отвезла его домой в Монтгомере, чтобы он мог выздороветь. Его внук, Хэнк Уильямс III, сказал, – Если он не знал что-то, я думаю, что он не будет рядом так долго. Он должен был делать так много, как он мог, когда мог. В 1952 году Хэнку Уильямсу не повезло встретить человека по имени Дог Маршалл. Его настоящее имя было Гораций Тоби Маршалл, и он не являлся настоящим врачом. Маршалл на самом деле был выпускником средней школы, который просто заплатил 35 долларов, чтобы получить степень в Чикагской школе прикладных искусств, которая утверждала, что он – доктор наук и психологии. Ранее его также арестовывали за подделку документов и вооруженное ограбление. Маршалл был искусным мошенником и убедил Уильямса сделать его своим личным врачом за 300 долларов в неделю. Под именем доктора Лэммона Маршалл выписывал Уильямсу пачку поддельных рецептов на лекарства, включая морфин, барбитураты, амфетамины и хлоральгидрат, что, несомненно, способствовало ухудшению его здоровья. После его смерти семья Уильямса якобы получила от Маршалла счет на сумму 736,39 доллара за услуги. Хэнк Уильямс впервые прошел прослушивание в Grand All Opry в 1946 году, но не попал в финальную версию шоу. Однако в 1949 году, после выхода его хита Love Seek Blues, дело приобрело совсем другой оборот, и 11 июня 1949 года Уильямс дебютировал вживую на Grand All Opry. Выступление было настолько успешным, что зрители потребовали от Уильямса выступить на бис еще шесть раз, прежде чем шоу продолжилось, согласно каналу History. Хэнк также был приглашен принять участие в первом европейском турне Grand All Opry, выступив на военных базах за рубежом в конце 1949 года. Уильямс жил своей мечтой, но она продлилась всего три года. Будучи трезвым, он был отличным исполнителем, но по мере того, как его проблема с алкоголем усугубилась, руководители Opry начали терять терпение. По словам руководителя отдела рекламы станции Irvine Vo, дело дошло до того, что Хэнк исчезал на несколько недель – никто не знал, где его найти. В августе 1952 года Уильямс был уволен из Grand All Opry за то, что он не являлся на спонсируемые Opry выступления. Несмотря на неудачный первый брак, Хэнк Уильямс не боялся повторить свой опыт с семейной жизнью. В 1952 году Уильямс начал выступать с группой Louisiana Hayride. Во время гастролей в Шрифпорте он познакомился с девушкой по имени Билли Джин Джонс. 19-летняя школьница, бросившая учебу, незадолго до встречи с Уильямсом рассталась со своим мужем. По словам Джонс, Уильямс сказал ей, «Если ты не замужем, старина Хэнк женится на тебе. Ты, пожалуй, самая красивая из всех, кого я когда-либо видел» – Ты знаешь меня, и я не знаю тебя. Все, в порядке. О, Хэнк будет тебя умереть! Отношения супругов с самого начала были напряженными. Джонс изо всех сил старалась держать Уильямса трезвым, пытаясь добиться ограничения в две банки пива в день. Как и в случае с его первым браком, Уильямс не хотел ждать, чтобы жениться на Джонс. Супруги поженились в Луизиане 18 октября 1952 года, но развод Джонс официально не был завершен до 28 октября 1952 года. На этот раз законность брака доставит Джонс немало хлопот. После смерти Уильямса и Шепард, и Джонс боролись за его поместье, и каждая соперничала за титул вдовы Хэнка Уильямса. В январе 1953 года Джонс обратилась в суд, но судья постановил, что её брак с Уильямсом был незаконным. Она получила компенсацию в размере 30 тысяч долларов, но отказалась от всех прав на его имущество и имя. Летом 1952 года у Хэнка Уильямса был короткий роман с танцовщицей по имени Бобби Джетт. Он не собирался оставаться с ней, так как к этому времени уже был без ума от Билли Джин Джонс. Однако незадолго до свадьбы с Джонс он узнал, что Джетт беременна. Уильямс всё ещё был настроен жениться на Джонс, поэтому он и Джетт разработали соглашение. Они договорились, что мать Уильямса, Лили, будет воспитывать ребенка, а Уильямс и Джетт получат право на посещение. Love Seek Blues сообщает, что по договору в её третий день рождения опекунство перейдёт к Уильямсу. Он будет опекать ребенка до тех пор, пока ему не исполнится пять лет, и тогда они возьмут на себя совместную опеку. Но ничего из этого так и не произошло. Его дочь, получившая имя Анта Белль Джетт, родилась всего через пять дней после смерти Уильямса. Согласно договору, мать Уильямса удочерила девочку. К сожалению, приемная мать умерла в 1955 году, всего через три года после смерти своего сына, поэтому маленькая Джетт попала в приемную семью на попечении штата, прежде чем её в конечном итоге удочерили. По словам Guardian, её личность не раскрывалась в течение многих лет. Она не знала, что является дочерью Уильямса до тех пор, пока её приемный отец не раскрыл эту информацию, когда ей исполнился 21 год. Её родословная не была официально признана до 1987 года, и она не получила права на имущество своего родного отца до 1989 года. Но она самостоятельно стала выдающимся музыкантом, выступая под именем Джетт Уильямс. Несмотря на постоянные проблемы со здоровьем, Хэнк Уильямс решил, что хочет продолжать выступления, которые он запланировал на канун Нового 1952 года и в сам Новый год. Первый концерт должен был состояться в Чарльстоне, штат Западная Вирджиния, но планы были нарушены ледяной бурей, которая задержала его поездку. Будучи не в состоянии долететь и вовремя добраться до Чарльстона, Уильямс нанял водителя по имени Чарльз Карр, чтобы отвезти его в Кантон, штат Огайо, на новогоднее шоу. Карр остановился в отеле Эндрю Джонсон в Ноксвилле, штат Теннесси, где Уильямс почувствовал себя плохо, начал икать и корчиться в конвульсиях, по словам Love Seek Blues. Карр вызвал врача в комнату Уильямса. Доктор ввел ему витамины B6 и B12, и на следующее утро артист объявил, что готов к поездке. На следующий день Уильямс все еще был нездоров, свернувшись калачиком на заднем сидении и говоря, что все, что он хочет – это спать. Где-то в районе Оукхилла, Западная Вирджиния, Карр заглянул на заднее сидение и понял, что Уильямс застыл и никак не реагирует. В интервью Теннесс Сиан Карр вспоминал этот инцидент, «Я думал, что он спит. Я протянул руку и дотрунулся до него. Он был холодным» Карр заехал на заправку, чтобы узнать, как добраться до ближайшей больницы, но было уже слишком поздно. К тому времени, когда Карр прибыл в больницу Оукхилл, Хэнк Уильямс скончался от сердечной недостаточности из-за множественной интоксикации наркотиками и хронического злоупотребления психоактивными веществами. Если у вас или у ваших знакомых есть проблемы с зависимостью, то это серьезно. Позвоните по телефону доверия горячей линии по вопросам наркомании и алкозависимости 8 800 700 50 50.